Представьте, что вы встретили какое-то существо, которое чирикает или на непонятном языке, то есть непонятно какие-то звуки издает, естественно, вы не понимаете и считаете его за рептилоидом. Также и когда вы говорите, что налоги это грабеж, а человеку, не знаю, 25 лет, 50, 70 лет говорили противоположно, то есть он просто вас не понимает, вы говорите с ним на другом языке, поэтому он считает вас, естественно, за рептилоидом. И в этом есть проблема, потому что налоги это грабеж, это уже конец обучения экономической теории, науки о человеческой деятельности, к этому человек приходит, изучив эти две науки, и дальше уже ему следует изучать философию, философию либертарианства, то есть налоги и грабеж, теперь что делать? Так вот, получается, когда вы говорите налоги это грабеж, вы фактически перескакиваете в многолетнее обучение, и поэтому человека не понимаете. Сложность в том, что, чтобы объяснить это, вам необходимо начинать с самого начала. Так, берем аксиону, человек действует. Что значит человек действует? И начинаете. Ну, 5 лет или 10 эти объясняете, и потом уже говорите, вот видишь, налоги это грабеж. Тогда он скажет, да, действительно, что-то непонятного, естественно. А так вы ему просто последний... То есть вы его пригласили на выпускной вечер в ВУЗе либертарианском, да, или австрийской экономической школы, и он, естественно, никого там не понимает на этом выпускном вечере, о чем они говорят. Поэтому, да, есть такая проблема, когда... То есть хочется как быстрее, то есть ты уже все понял, хочешь дать вывод и давайте что-то с этим делать, и поэтому пытаешься срезать углы, да, срезать угол, и сразу ему говоришь, что налоги это грабеж. Но он просто не понимает, да, и воспринимает как рептилоида. И поэтому нам приходится повторять, 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 и в ваших стримах в том числе, там 50% повторения, 50% нового. Ну, надеюсь, именно этим мы возьмем в результате. Субтитры создавал DimaTorzok